Совершенно очевидно, что власть искала провокаторов в разных кругах. Потому что динамика митинга, ну там помнишь, вот эта 24 декабря, она была совершенно удивительной. И, к сожалению, вот эту динамику не использовали. А что можно было сделать? Повороты момента митинга, безусловно, стали слава Навального. Мы можем сейчас пойти на Кремль, мы можем заблокировать ЦИК, но мы этого делать не будем. Точка. Все, на этом протестное движение завершилось. Надо было... Вот этот вопрос, у вас есть инициатива. Что вы можете сделать? Вы не можете, конечно, там все задавить. Но, тем не менее, я к этому моменту имел уже довольно большой опыт общения с ОМОНом. Я просто видел, как они себя ведут. Вот в тот момент они чувствовали себя очень растерянными. Они прятались в метро не только от холода, а потому что в целом они были не готовы к конфронтации. Не будем забывать, Медведев формально еще был президентом. Никто не знал, куда все пойдет. Власть была явно не готова к этому. Значит, первое, можно было легко начинать стояние, то есть на площади, такой мини-майдан делать. Ну, осталось бы, может быть, там, я не знаю, 5 или 10 тысяч человек. Но в тот момент... Но мы в то же время говорим о Сахаровской площади. На Сахаровской площади это... Да, да, потому что... Ну, изолированный... Изолированный проспект. Мы говорим про... Про создание, как бы, вот протестного, протестного центра. И там потом было окупая бай. Не, не, окупая бай, это уже... После этого... Вот сейчас, динамика уже пропала. Окупая бай, это были отдельные попытки. Знаете, когда все хорошо, дорого, ложка к обеду. То есть, на основном, окупая бай, это были уже такие последние сполохи вот этого протестного движения. Уже инициатива была утеряна. Не надо забывать, что Путин уже, как бы, вернулся триумфально. То есть, как бы, для... Тема во многом закрылась. То есть, мы потеряли тот потенциал, который существовал, как бы, еще в декабре. Второй вариант блокирует цикл. Я считаю, что в тот момент власть была не готова к прямой конфронтации. И надо сказать, что для многих людей... Вот, например, то, что Константинов говорит, что после этих слов Навального, как бы, вдруг происходит, как бы, просто... Просто, значит, отток волны. То есть, многие там среди националистов говорят, ну, не, ну, все, что ждать, как это не пойдем. Чувствовал, что динамика была на нашей стороне. То есть, люди, то есть, вот, люди же, в общем, реагируют так. Я готов чем-то рискнуть. Но я должен понимать, что... А что будет в конце? Какой-то протест недостоящий. Знаете, давайте разойдемся и соберемся в следующий раз 4 февраля. Я говорю, подождите, куда мы... Куда расходиться вообще? Надо, дам, это самое, значит, вообще-то, надо что-то делать. Ну, Ну, в феврале мы тут все соберемся, все. Действительно, в феврале была еще большая демонстрация. То есть, численно, февраль был даже больше, чем Сахаровский проспект. Я думаю, что там, может быть, там... Если на Сахаровском было там 100, 110, 120 тысяч, то в феврале, может быть, было там 130, 140 тысяч. Действительно, было очень много. И действительно, все собрались, отдельные колонны шли, и левые, и националисты. Но инициатива была утеряна, потому что власть уже собралась. Совершенно очевидно. Они уже были готовы к этому. Движение было, как бы, запрограммированное. Жестко отсекли все оппозиционные силы. Там, впереди колонны еще бегал, там, Прохоров с своими людьми, которые тоже, ну, просто занимался, просто, естественно, там, значит, распылением всего этого протеста. То есть, вот, как бы... Но, что очень важно, власть организовывала параллельные митинги. То есть, на самом деле, уже сводились люди, уже поклонная гора была. То есть, власть смогла сделать картинку, ты же говоришь, про мифы, да? Была создана картинка, как бы, что за Путиным-то еще больше народу стоит. Работяги против вот этих хомячков, как бы, да вот. То есть, власть создала свой, как бы, контр... Даже не миф, а это как контрпродукт пропагандистский. И понятно, что к февралю, как бы, вот, запал этот весь выше.